Всем большой привет! Меня зовут Дарина, и добро пожаловать в мое новое видео, которое будет посвящено моей поездке домой в город Харьков спустя три месяца после начала войны. Я долго думала, стоит ли мне вообще выкладывать этот ролик сюда, ну, во-первых, мой блог посвящен собакам, во-вторых, многие стали писать, что устали от войны и хотели как-то отвлечься, но я так подумала, вы знаете, это все-таки моя новая реальность, это реальность миллионов людей, поэтому я все же решила поделиться этим роликом для полноты картинки и для лучшего понимания всей ситуации. Для тех, кому сейчас актуальна тема воспитания, дрессировки, ухода за собакой, всевозможные диайвайки, лежанки, игрушки, вкусняшки и так далее, эти ролики по-прежнему есть на моем канале, поэтому смело вбивайте среди моего контента интересующую вас тему, я уверена, что вы найдете нужный вам материал. А в этом видео я покажу свой визит в город Харьков, специально говорю слово визит, а не возвращение, потому что я в Харьков съездила всего лишь на один денек, это было 20 мая, после этого я вернулась сюда, в Кременчук, где нахожусь по сей день и прямо сейчас, здесь мы снимаем квартиру, но, собственно, монтировала я видео довольно долго, поэтому я сейчас постараюсь без эмоций просто рассказать вам об этой поездке. Для тех, кто не знает, скажу, что город Харьков это приграничный город с Россией, он прифронтовой сейчас, с первого дня войны там ведутся очень активные боевые действия. Но пару недель назад ситуация немного улучшилась и в самом Харькове стало тише, что значит тише, то есть уменьшилось количество обстрелов. Обстрелы не прекратились, но их стало значительно меньше и тем самым в городе как будто стало безопаснее, потому что не так часто и не так громко все это было ощутимо. Поэтому я решилась поехать и главной моей целью было это проверить квартиры, потому что мы очень в попыхах собирались, уезжали, забить выбитые окна и взять какие-то вещи, если, конечно же, они сохранились. Моя поездка прошла не так, как я планировала, вместо трех дней там было всего лишь один день. Подробной экскурсии по городу не будет, но все-таки мне есть, что вам рассказать. Выехали мы раненько в 6 утра. Дорога от Кременчуга заняла где-то 3,5 часа. Чем ближе мы приближались, честно, тем больше я нервничала. Я помню, как 3 месяца назад мы убегали из города, накатили все эти воспоминания и возвращаться, зная, что там до сих пор стреляют, есть прилеты, ну это непросто. На дому очень хотелось, тем более, что в город повально возвращались мои друзья и знакомые. Итак, о городе. По понятным причинам я не буду детально показывать места разрушений, так как война продолжается. Мы сразу сделали круг по центру, это было хорошее решение, потому что я очень рада была видеть город и потом мы сюда больше не попали. Как же странно было видеть Харьков таким. В центре, например, разрушения значительные. Рядом с ними даже целые дома кажутся немного понурыми и тусклыми. Я много раз видела эти фото в интернете, но увидеть это вживую, это совсем другая история. Но знаете, ощущение, что все непоправимо разрушено, ощущения хаоса нет. Власти стараются очень быстро убирать последствия обстрелов, латают воронки от снарядов. И сейчас я бы сравнила свои ощущения от города с посещением полуразрушенных древних достопримечательностей. Хотя, конечно, это не так. И осознавать, что это мои родные улочки, где всего три месяца назад был мир и процветание, очень тяжело. Мы проехали по городу без остановки на машине и сразу поехали на квартиру. Вы знаете, я очень надеялась, что получится прогуляться по городу, рассмотреть, что там действительно стало безопаснее, потому что очень соскучились. Но как только мы въехали в город, я сразу услышала звуки. Это были обстрелы, артиллерия. Да, они были далеко, но они были постоянные. Но несмотря на это, город очень оживает значительно. В него возвращается очень много людей. И по сравнению с мартом, например, когда я видела Харьков в последний раз, это просто небо и земля. Открываются магазины, рестораны, заведения, салоны. В большинстве города включили светофоры. Да, все это время они не работали в городе. Недавно запустили наземный транспорт. Это маршрутки и автобусы. А пока я смонтировала это видео, открыли и запустили метро, которое с первого дня войны было крупнейшим бомбоубежищем. На улицах вовсю трудятся коммунальщики. Город такой ухоженный, красивый. Аварийные ремонтники подключают воду, свет. То есть в целом можно сказать, что все хорошо, город живет. Но радоваться рано. В городе до сих пор идет война. Буквально в 20 километрах от города идут бои. И, кстати, пока мы думали ехать или не ехать, собирались с мыслями, то ситуация немного ухудшилась. И обстрелы участились. А 26 мая, когда я уже была здесь, в Кременчуге, произошел очень сильный обстрел именно того района, где я живу. Это район Павлова поля. И там даже, к сожалению, есть погибших. Но чем это все страшно? Что в городе действительно стало значительно больше людей. То есть люди вернулись, они хотят жить полноценной жизнью, которая была до 24 февраля. Они хотят пройтись по своей любимой улице, хотят зайти в магазин, купить мороженого. Прилетит снаряд или нет, это практически лотерея. Я прошу прощения за сравнение. И никак невозможно сообщить жителям города Харьков, например, что вот сейчас может произойти арт-обстрел. Потому что это все происходит буквально в считанные минуты, быстро, и от этого очень страшно. Ну что же, о городе мы с вами поговорили, и давайте теперь расскажу о квартирах. Итак, первым делом я поехала на квартиру к своей маме, потому что я точно знала, что там нет окон, мне нужно их забить. Но то, что я увидела, меня сильно впечатлило. А вот окошки моей мамы. Вот это и вот это. В двух окнах нет стекол. Вот такая ситуация. Пойдем сейчас забивать. Вот мы видим, что нет стекол. Взрыв был вот здесь, в этой стороне, тут детский садик. Полетела вот сюда и пробила стену. Насквозь. Вот получается это отверстие с этой стороны. Разбилась люстра, вот так летела. Летел этот осколок, осколки, не знаю. И вот здесь вот кухонная дверь пролетела и на кухню. Вот что я нашла на кухне. Руки дрожат. Если бы мои мамы обратно были здесь, я бы просто убила. А этот осколок перебил провод от интернета. Ну, какова вероятность? Вот он летел. Потом вот туда на вылет в кухню вылетел. Представляете? Вот захочешь прицелиться и не попадешь. Вторая комната тоже вот нет. Стекла. Тоже летел снаряд. Вот прилет. Но, правда, здесь насквозь не пробил. Там ванная. Стена несущая, поэтому вот получился вот такой осколок. Блин, сплитка. Вот так все здесь. Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Да, ремонт в квартире, конечно, он был не новый. Он был старенький, но квартира была абсолютно жилая, как вы понимаете. И получается из трех комнат, ванны, коридора и кухни уцелел только зал. То есть вероятность того, что мама могла бы пострадать, если бы она находилась в квартире во время обстрела, очень велика. Мне сложно представить, сколько там еще дома мы найдем вот этих вот осколков. Потому что убрать всю квартиру у меня, к сожалению, не было возможности. Очень сложно представить, с какой скоростью эти осколки летели, если они пробили стены. Представляете, вот эти вот маленькие штучки. В общем, да, квартира значительно пострадала. Она требует капитального ремонта. И просто вернуться в нее и жить у мамы и брата не получится. Дальше я поехала к себе на квартиру. И там меня ждали и хорошие новости, и неприятный сюрприз. Здесь мне нужно сделать небольшое прямое включение и поделиться апдейтом по своей квартире. В общем, ситуация изменилась, пока я смонтировала это видео. Я рассказывала о том, что в марте мою квартиру затопило. Тогда у половины дома не стало окон, не выдержало отопление из-за морозов. Ну и получился вот такой сильный потоп. Но буквально вчера, когда этот ролик уже был готов, я планировала его заливать на канал. Мне позвонили и сказали, что меня затопили снова. Решили дать горячую воду в доме, и у моей соседки сверху лопнул стояк горячей водой. Собственно, все эти кадры, которые вы сейчас увидите, дальше снятые в моей квартире, они уже не актуальны. Все то, что оставалось целым или более или менее в хорошем состоянии, оно уже таким не является. Но я решила оставить это видео уже таким, какой оно есть. Материал уже был отснят. Поэтому давайте посмотрим на мою квартиру такой, какой она была 20 мая. Так, ну что, я зашла, тут немножечко проверила, готова вам рассказать, что же значит по квартире. Первое, очень хорошее, здесь на месте все окна. Хотя совсем рядом, здесь буквально за углом здания практически нет. И в ближайших домах много где нет окон. И в моем доме не только, но мне повезло. Это очень большой плюс. На самом деле, где-то полтора месяца назад в мою квартиру приезжали друзья. В начале войны, как я уже говорила, квартиру затопило. Я живу на первом этаже, и, собственно, со всех этажей все это пришло ко мне. Ребята попали ко мне, ну, спустя недели три после потопа, может быть, больше. Они присылали мне фотографии, я видела, что здесь были громадные такие вот бульбы с водой, потолок провисал. Ребята слили эту воду, за что им громадное спасибо. И сейчас, грубо говоря, я только вижу последствия. Если бы воду не спустили, то есть она бы потихонечку капала, капала, подтекала, как-то порвалась по-другому. Потолок порвался по-другому, в общем, не знаю, что бы было. Поэтому, что я имею сейчас на данный момент? Вот так выглядит потолок в зале. Здесь вот так была большая такая гуля с водой. Как видите, он практически приобрел прежний вид, да, только вот остался вот такой прорыв. Вот здесь водичка нашла выход и лилась на пол. В спальне, как видите, тоже ситуация гораздо лучше. Потолочек вернулся на место, и, по-моему, он даже цел. Это очень здорово. Вот мои окошки, моя зелень. Цветочки. И вот здесь стреляет еще громче, чем моя мама. Очень громко. Слышите? В целом, получается, очень большой плюс – это то, что окна остались целы. Поэтому нет вот этого всего мусора, осколков, грязи. Это все истории, что есть в квартире моей мамы. Ну и тем более, моя квартира находится на первом этаже. И если бы она стояла без окон, это чревато другими последствиями. Но громадная проблема – это то, что после того, как квартиру затопило, ее никто не смог правильно проветрить. Вот не было возможности. Поэтому все вещи в квартире… Опять тревога. Все вещи в квартире, они испортились. Зацвели, завонялись, заплесневели. Это и кровать, и диван, и ковер, и постельная. Да чего там даже одежда в шкафу. Она вся мокрая. Поэтому я на самом деле взяла очень мало вещей из дома. Поветрена тревога. Пройдите наибольшее укрытие. Во всей квартире нужно менять обои. Вот буквально во всей. Сейчас все обои выглядят вот так. Ребята клали сушить мою постель. Вот все шовчики, все обои отошли. Их надо переклеивать. Текло что-то сверху. Ох! Вот это на этом фоне я снимала свою первую сториз. Господи, меня язык заплетается. На этом фоне я снимала свою первую сториз 24 февраля. Так все и осталось лежать. Но здесь все цело. Воды было очень много. Она была и в комодах, и в тумбочке. Мне удалось привезти сюда кое-какую свою видеотехнику. К сожалению, не все. Кое-что пострадало из-за потопа. Я не брала свой свет. Софты, потому что они очень объемные. Как понимаете, у меня сейчас жизнь на чемоданах. Но не все в моей квартире испортилось. Оно живое! Оно не пропало! Тут же потоп был. Просто все текло. Оно работает! Абсолютно все в доме. Оно было мокрым. Это чувствуется. И оно высохло. Поэтому, когда берешь вещь, она... Ну, вот как будто она просто была вся в воде. И вода техническая, и запах у нее... Ну, вот все высохло своим ходом. Можете себе представить. Здесь было очень много воды. И все высохло само собой. Запах стоит жуткий. Но зато есть стены. Вот это, ребят, моя боль. Получается, вот здесь вот, в пуфике, видите, я все достала. Все абсолютно мокрое. Хотя уже прошло больше двух месяцев. Но оно там все зацерело. И вот там плесень пошла. И вот все мои диайвайки, все мои ткани, в общем, все мои запасы. Ёлка новогодняя. Там до сих пор стоит вода. Поэтому все мои запасы ткани, фурнитуры, старые диайвайки. И все, оно все плавает в воде. Увы, но с этим, видимо, придется попрощаться. Я очень жалею, что мне не получилось все убрать, разложить, высушить. В общем, сделать все как надо. Потому что мы решили уезжать из-за громких и близких обстрелов. Все-таки ремонт, одежда, вещи, это, как говорится, все наживное. Единственное, что я успела вымыть, это холодильник. Это было зрелище не для слабонервных, потому что три месяца холодильник стоял без света. Там был кошмар. Вот здесь находится настоящее биологическое оружие. Суп трехмесячной давности. Боюсь, YouTube забанит мне это. Немного не так, наверное, я представляла себе этот визит. Хотя, вообще, как можно его представить? Это такой флэшбэк 24 февраля. Опять же, эта же квартира, опять эти же звуки, опять эта же атмосфера, что надо куда-то бежать и что-то делать. Я даже не могу словами описать свое состояние. Хочется остаться здесь, хочется быть дома, хочется, чтобы все было как раньше. Хочется прежней жизни. Но все понимают, что все, ее больше не будет. Уже много раз это сказано, но понимать это очень тяжело. Я, пожалуй, просто минутку помолчу и побуду здесь еще перед тем, как уехать. Честно скажу, что чувства были очень смешанные. Очень хотелось остаться. Очень хотелось, чтобы и собаки были со мной, и пойти какую-то вкусняшку сделать, включить какой-то любимый фильм. В общем, хотелось вернуться в жизнь 23 февраля. Но одновременно с этим было очень страшно осознавать, что я не в безопасности. И когда я была дома, неподалеку, был прилет. Я его очень явно услышала, потому что окна в доме буквально задребезжали. Я знаю, что для харьковчан, которые привыкли к этим обстрелам уже в течение трех месяцев, то, что происходит сейчас, это улучшение ситуации. То есть эти взрывы ни о чем. Но мне вот это вот ощущение постоянной вероятности обстрелов и небезопасности, оно дается нелегко. Я предположу, что нужно иметь немного другую психику, чтобы жить в городе, который бомбят. Без надобности сейчас в Харькове советуют не выходить на улицу. Кстати говоря, пока я монтировала это видео, в Харькове участились обстрелы, там опять неспокойно. У меня пока что есть возможность жить здесь с семьей в Полтавской области. Мы снимаем квартиру. Сколько это продлится, конечно, трудно сказать, но пока что так. В общем, как вы поняли, если все будет хорошо и дома достоят до нашего возвращения, то впереди у меня, так скажем, этап восстановления квартир. Это капитальный ремонт у мамы. У меня тоже, собственно, нужно делать ремонт. В маминой квартире я пока что даже не могу поменять окна, потому что их снова могут выбить. Пока что ждем. По возможности я планирую все-таки наведываться в Харьков с какой-то периодичностью, если, конечно, ситуация позволит. Пока я снимала это видео, Лиза тут скушала половину поляны. Паслась как козочка, ела траву. В общем, друзья, я буду заканчивать, наверное, свое видео на этом. Если у вас остались ко мне вопросы, то, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я постараюсь ответить в следующих роликах. Ну и в завершение я очень хочу поблагодарить всех, кто нам помогает, поддерживает, присылает нам свои донаты. Для меня и моих питомцев это сейчас просто бесценная помощь. Поверьте, я безгранично благодарна каждому из вас. Я очень надеюсь, что жизнь в скором времени наладится, что мы сможем вернуться к полноценной работе, но пока что по возможности. Держимся, не падаем духом, верим в победу. И я искренне всем желаю мира. До встречи на канале. Пока. Ты чего? Чего дрожишь? Сирену испугалась. Не бойся, они скоро закончатся. Редактор субтитров А.Семкин